ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И вот сам хожу и думаю об этом всем, и хочу подумать с вами вслух. А вы будете додумывать это уже каждый с собой и обсуждать эти вещи между собой. Глядишь, до чего-то полезного, опять-таки, мы и додумаемся. Блаженный Августин говорил о том, что в человеке есть некая врожденная религиозность, что он влечется к Богу в силу некого заложенного в него, в естество человеческое притворение, способности Бога познавать, к Богу стремиться. Ну и, может быть, уместно сравнение с подсолнечником, как он чудно разворачивает свою голову за солнцем, садящимся или поднимающимся. Так и человек, очевидно, по мысли Августина, влечется к Богу врожденно, естественно. Но, с другой стороны, вглядевшись в жизнь, мы можем с такой печалью какой-то констатировать, что многие люди вообще живут, как-то не задумываясь об этом всем. Вот иногда так подумаешь, как это вообще можно жить, не веря и не молясь, и не благодаря, и не принося покаяния. То есть ни разу не говорить «прости меня», не говорить там «слава тебе». Как можно вообще жить без этого? А потом смотришь, можно, оказывается. Я и другие священники наверняка могут вам сказать, что мы сталкиваемся с похоронами человеческими. Часто сталкиваемся с такой проблемой, что человек крещён, наверное. И мы его хороним, как бы, допустим, у сродники сомневаются, крещён ли он. Мы говорим, ну как, ну вы же должны знать, крещён ваш папа, например, или мама, или нет. Он говорит, да мы не знаем. Ну а вы же, наверное, видели, как он как-то проявлял себя, как религиозный человек, там скажем, ну перекрестился, может, когда, да, или там открыл, может, Евангелие, да нет, не видели. А может, он когда-то на Пасху ходил в церковь, там, или приветствовался пасхальными словами на праздник Христос Воскресе, да нет, не слышали. Может, он как-то заводил разговоры какие-то о вопросах, связанных с религией, не припоминаю. Это бывают вот такие досадные вещи, когда родные люди под дной крышей, жившие с человеком, когда умирает человек, не могут с определённостью сказать, вообще, хоть что-то он о Боге думал хоть раз. Ну вот, и где же слова блаженного Августина, где же это врождённое стремление к истине? Есть над чем подумать, братья и сестры, пожалуй, можно согласиться и стоить с этой позицией. Наверное, есть врождённое чувство в Боге, есть некое в человеке, есть некое вместилище внутреннее, некое око ума, что ли, или какое-то чувствилище такое в сердце, которое ищет, жаждет Господа и может прикоснуться к нему. Но вместе с тем есть наличность жизненная, есть какой-то такой огромный слой песка и пепла, какой-то суеты, которая погребает человека под собой и делает его ещё при жизни мертвецом. Вы не думайте, что мы живы, только потому, что нас не похоронили ещё. Мы наполовину живы, мы очень часто натуральным образом мертвы. Человек может ещё не умирая умереть, ещё живя и двигаясь, стоя в очереди, скажем, замороженным в летний день, он может быть уже мёртвым человеком. И может быть, он может и воскреснуть посреди жизни, не умирая. Как говорится, восстань и спящий, воскресни от мертвых и осветит тебя Христос. То есть вот это вхождение внутрь человека Слова Божия, содрогание сердца от пасхального приветствия, например, или покаянная мука, слеза о содеянном грехе может рождать человека, как будто воскресав, вынимать его из гроба. Так вот, человек, фактический человек, наличный человек, погребён, засыпан, на нём такие гири на ногах и на руках, а над ним какие-то толщи какого-то, значит, такого тяжёлого песка. И истинная религиозность требует большой работы, то есть нужно пробудить человека. Бог, с одной стороны, любит человека и жалеет его, но, с другой стороны, знает, что очень полезно человеку скорби. Часто люди приходят к вере именно через скорби, когда Божиим сверлом просверливается твёрдое сердце, из него вдруг начинает фонтанировать молитва. Достигается то, к чему подвижники часто стремятся десятилетиями. Вдруг во время какой-то боли разрывается сердце надвое, и человек начинает молиться и веровать, когда пришла к нему боль. Это спасительная боль, это искусный хирург вдруг разрезал тебе какой-то опасный нарыв, и ты ожил, и болезнь твоя миновала. Если бы мы, конечно, могли верить от радости, от здоровья, от счастья, от богатства, если бы в нас умножилась вера, то, конечно, Богу было бы не жалко водворить на земле такой чувственный рай, рай наслаждения и комфорта и удовольствий. Но Бог-то знает, что мы от этого испортимся, что были перед этим уже Содом и Гомора, утопавшие в роскошь и одновременно в разврате. Были погибшие под пеплом Помпеи и Геркуланом, утопавшие в роскошь и одновременно в разврате. От роскоши и удовольствия человек лучше не становится. Это нужно признать и запомнить. Один из стоиков, философов где-то V века до н.э., тех философов, которые предваряли эпоху Сократа, размышляя о Боге, говорил такие интересные слова. Вопрос сей труден, и одному человеку его не решить. Трудность заключается в сложности самого вопроса и в краткости человеческой жизни. Это очень умные слова, сказанные языческим философом. Дело в том, что по мысли одного из святых отцов, философия, которой так настырно занимались греки, была для них неким путем ко Христу. Если у евреев путь ко Христу – это был закон, заповеди закона, обряды, праздники, религиозные предписания, в общем, закон Моисея – это был путь ко Христу. Это не самодостаточная вещь, это всего лишь путь. Это вспомогательная вещь, чтобы прийти к вере во Христа. То у греков, например, у язычников таким путем ко Христу была философия. Вот этот один из философов так мудро сказал. Говорит, я не знаю, есть Бог или нет, а не знаю, потому что слишком кратко живу и слишком сложный вопрос. Действительно, одному человеку этот вопрос не решить. Чтобы один человек решил для себя этот вопрос положительно и основательно, и правильно, нужно быть религиозно-гениальным. Таким, например, как был Авраам, или Ной, или Иов. То есть эти люди могут пересчитаться по пальцам одной руки. Это религиозно-гениальные люди, которые, не имея книг, никем не наученные, имели настолько трепетное и реагирующее сердце, что могли разговаривать с Богом, как с другом. И Бог мог говорить им на ухо или на сердце, класть свою волю, и они распознавали ее безошибочно и исполняли то, что Бог требует от них. Вот читаем мы Библию и поражаемся. Дивная история Авраама. Нет письменности, нет книг, нет наставников, нет никаких религиозных церемоний, предписаний и обрядов. Ничего нет еще. Он один среди язычников, и такая вера. И так часто Бог является ему, и разговаривает с ним, и повелевает ему делать вещи, которые любой другой бы никогда не сделал. В 70 лет оставить свою землю и уйти куда-то на неизвестные пути края. Там сына на жертвник принести, там в 100 лет родить, в 130 принести на жертвник. И так далее. Это почему? Это религиозная гениальность. Не могут все быть Авраамами. Человеческая жизнь кратка. И для того, чтобы решить себе вопрос положительно, необходимо приобщиться к существующей традиции уже. Вот мы сегодня, когда вдруг из-под пепла суеты наше естественное врожденное стремление к Господу начинать подавать слабые голоса, начинаем вдруг интересоваться этим, думать об этом, говорить об этом, тогда перед нами стоит вопрос честного поиска. Где, как, кто верит? Стоит вопрос присматривания к существующим религиозным традициям, вслушивания, опять-таки, такого внедряя, вникания. Человек сегодняшний, он обязан искать. В этом смысле вот недавний праздник, отпразднованный нами тысяча и двадцатилетия Крещения Руси, это такая веха целая. То есть нашему одичавшему от безрелигиозности народу в массе своей даются новые ориентиры. Ориентиры в обретении себя, в воспоминании и узнавании исторической правды о своем прошлом. По сути, приобщение к традиции, потому что не в силу человеку самому решить свою проблему, ему нужно прижиться и привиться к уже существующей традиции. Поэтому, братья и сестры, вы не ругайте особо людей, которые пока что еще не могут о себе с достоверностью сказать, что я верующий или я неверующий. Таких людей очень мало на самом деле. До конца закоренелых атеистов так же мало, как настоящих святых. Большинство людей находятся в неком раздумии и в раздвоенности. Они ищут, сомневаются. Они не имеют времени об этом думать часто, потому что жизнь заставляет думать о другом. Жизнь протекает у них кратко, как у всех. Жизнь стремится, как литерный поезд. Шмых и нет ее. А вопрос слишком сложен, чтобы решить его самому. Поэтому не нужно их ругать и на них хмурить бровки. Потому что, как говорил Антон Палычехов, прекрасно говорил, русский человек, он говорил, это он как бы в упрек говорил, признаю только два состояния – верю и не верю. А то, что между этими двумя точками, верю-не верю, существует огромное поле, по которому еще пройти надо, этого мы как-то так не берем в расчет. Я то верю, то не верю. Так просто верю, так просто не верю. Это не просто очень. И человеку нужно интересоваться, вникать, думать, спрашивать. И дай Бог, чтобы, когда он спрашивает, нашел что-то, даст ему правильный ответ. Дай Бог, чтобы, когда он интересуется и присматривается, он вдруг увидел то, что нужно видеть. И того, на кого нужно смотреть, а не то, что не нужно видеть, и то, на что смотреть не надо. Дай Бог, чтобы мы помогали людям приходить к вере, а не мешали им. Потому что вопрос-то архиважный. Без веры Богу угодить невозможно. Неверующий человек не имеет смысла в свое существование. И вместе с тем уверовать очень непросто. Это сдвигание огромных пластов внутри человека, это высвобождение его истинной природы. Так что вот почему люди верят? Почему этот уже верит, а этот еще не верит? Почему этот верит так сильно, а этот так суетно и слабо? Это все глубокие вопросы, уходящие корнями в тайну личности, в тайну личных отношений между Господом и человеком. Поэтому давайте будем стараться никому не мешать приходить к вере, а если получится, то кому-нибудь еще и помочь прийти к вере. Сами же, дай Бог, будем держаться за веру, как маленький ребенок за руки любимой мамы, чтобы нам от веры не отпасть. Ангела всем хранителя, доброй ночи, до скорой встречи.